Уважаемые товарищи, мы готовимся, как известно, к проведению Всебелорусского народного собрания. Понятно, важнейший форум, пятилетие, но поскольку большое видится на расстоянии спустя некоторое время, может мы поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа в силу того момента, который страна переживает. Мы договорились, что проведем Всебелорусское народное собрание в первой половине февраля следующего года. Ну, 11-12 февраля, по-моему, да? Знаю, на сегодняшний день решен ряд организационных вопросов, созданные, приступили к работе республиканские и региональные оргкомитеты. Буквально с завтрашнего дня мы начинаем избрание делегатов. Еще раз хочу просто подчеркнуть, что это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения. Весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с первого собрания 1996 года, когда мы провели свой первый Всебелорусский народный сел. Тогда было тоже непросто, хорошо помните, нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Откровенно говоря, Всебелорусское народное собрание первое было призвано спасти ситуацию в то время, защитить страну, и в этом его историческая роль и суть. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль, как я уже сказал. Сегодня время далеко не простое, может быть еще более неоднозначное. Такого внешнего давления Беларусь не испытывала никогда, и в этом особенности нынешнего периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания. Тогда было, как я уже сказал, непросто, но такого внешнего давления не было. Все были заняты страной, огромные страны, своими проблемами. На собрании мы должны подвести итоги пятилетки, откровенно сказать о том, чего достигли, что не получилось и почему. Надо детально рассмотреть программу социально-экономического развития на пятилетку, оценить механизмы, с помощью которых сможем в сложнейших внешних условиях обеспечить экономический рост и сохранить нашу модель социального государства. Модель социального государства. Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и пандемия в ближайшее время никуда не денется. Поэтому все новшества, которые мы будем предлагать, обязательно должны служить одной цели – нашим людям и благополучиям людей. Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и здешним приверженцам быть не должно. Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада и его обсуждения. Но люди должны от власти услышать главное направление нашего развития на предстоящую пятилетку, ну и, естественно, анализ пройденного. И те два вопроса, о которых мы говорили, экономические и социально-политические вопросы, они должны прозвучать. Наше видение и предложение участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр умений и суждений наших граждан. В период подготовки к собранию организовали мы самый широкий общественный диалог. В регионах, трудовых коллективах, вузах проводится до настоящего времени обсуждение основных направлений развития страны. На местах открыты общественные приемные, где каждый может выразить свое мнение, более того, внести соответствующее предложение по этим вопросам. Сегодня может, еще раз подчеркиваю, высказаться каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества.